Привет, друзья! В этом видео я хотел бы поговорить про береговую зону в марте месяца. Ребята частенько в комментариях задавали вопрос, а именно, как в марте месяца в береговой зоне ловить рыбу, как на реке, так в заливе или в затоне. Об этом я и расскажу в этом видео. Ряди ошибок, которые рыбаки частенько допускают в марте месяца, ловя рыбу в береговой зоне. Частенько допускают. Допускают почти каждый пятый рыбак. То ли не знают, то ли игнорируют всё это дело, но в итоге потом пробурив 1, 2, 3, 2, а умку в итоге остаётся без рыбы по полной программе. Даже когда погода позволяет питаться и ассортимент на садах большой, в принципе, всё вроде бы есть, все условия позволяют, то есть только лови и радуйся. Да нет. Ноль. Самое главное, друзья, как я раньше говорил в видеороликах, никогда в береговой зоне, будь то река, будь то залив, никогда не делать по одной лунке. Никогда. Делать сразу лучше от 5 до 10 лунок с интервалом примерно 2 шага или 1 метр. Потому что лучше всего один раз нашуметь, как говорится, да, и всё. Пусть все там успокаиваются, как говорится. Шум бура в береговой зоне всегда рыбу пугает. А почему, например, в 2 шага, либо с расстоянием примерно в 1 метр? Многие рыбаки делают ещё одну не менее интересную и весьма распространённую, так сказать, ошибку. Ну, через каждое, это 30 сантиметров, максимум полметра начинают бурить лунки решетей. Ну, давайте, друзья, не будем забывать, что, как говорится, чем больше мы в одном месте шума понадобим, тем хуже это будет в дальнейшем для клёва. Даже когда погода, в принципе, позволяет питаться рыбе. То есть, полметра это очень, в принципе, маленькое расстояние. Надо делать чуть-чуть побольше, хотя бы в метр или полтора, чтобы как можно больше охватить акваторию водоёма. Сильно близко лунки друг к другу делать не надо. Да ещё, вдобавок ко всему, многие рыбаки это самое застают, снег и лёд при помощи бура в самой-то береговой зоне. То есть, шваркнув пару раз туда вверх-вниз, выдёргивая шугу из лунки. В итоге, каждая вторая лунка будет засвечена, если не каждая третья. И это ещё один минус. Для меня, друзья, всё никак не доходит. Бывает, когда я смотрю, когда рыбаки Марти Митца делают лунки в береговой зоне. То есть, лунку сделал одну, к примеру, да? Буром её прочистил, так что она светленькая, и бросил приконку. Опа-на! Чудеса в решете. Ну ёж мотор. А потом удивляется, а по что рыба-то не ловится? Не клюёт там. А зачем вообще туда приконку валить? Ну, сначала мало того, что всё это дело засветили, да, луч, как говорится, света в дно шарах, ба-бах, потом туда бросили приконку. А зачем? А есть там рыба или нет? Ну, не важно. Не главное. Главное, как говорится, процесс выполнить, да? Накормили. Кого? А если там нет никого? Ну, зачем приконки-то сразу валить? А вот что, никак до меня это не доходит. Мало того, что всё засветили, так ещё и приконку израсходовали. В итоге, ни приконки, ни рыбы, и ни времени. Время потратили. А зачем? В марте месяце, когда вы влезете в береговой зоне, эту самую лунку сделали, то есть вот до конца просверлили, не одну, а сразу, допустим, штук 5-10, но ни в коем случае, до конца просверлили луночку, не выдержайте буром этот самый лёд. Оставьте его, лёд и снег в этой самой лунке. Пусть подальдом берег, всё-таки там очень мелко, будет темнота. Потом при помощи палки или ручки черпака, опять же, зависит от толщины, когда ваш лёд толстый, например, да, то ручки черпака, понятное дело, не хватит, придётся использовать палку. Ну, слава богу, на берегу есть всякие кусты, можно легко сломить толстую палку и при помощи её проткнуть, как говорится, тот самый лёд и снег в лунке, куда вы и в дальнейшем пропихнёте мармуршку с насадкой. И ни в коем случае не валите сразу туда прикормку. А зачем? А есть там рыба или нет, да это уже, в принципе-то, не важно. И самое-то главное, что именно это важно. Не надо расходовать прикормку по пустякам. Всё, друзья, не менее интересная и важная информация. Будьте аккуратны. Вот в марте месяца почему-то ключи, которые бьют в береговой зоне из земли, начинают бить активнее. Я, конечно, не этот самый неученый сказать не могу. Но, допустим, сколько раз попадалось в такие ситуации, когда на одном и том же месте, допустим, хожу я на ту же самую сухонную, к примеру, зимой ничего там не происходит. То есть по тому же самому месту прохожу нормально. А вот в марте месяце, когда уже весна начинается, сколько раз бывало, что я проваливался сапогом на том же месте, где зимой, в принципе-то, нормально ходил. Хотя не всегда зимы были холодные. Бывали зимы и более-менее тёплые. Но ключи, которые бьют со дна, били слабо. А вот весной они почему-то становятся сильнее. Я не знаю, чем это вызвано. Я не учёный. Поэтому тут я ничего сказать не могу. Будьте аккуратнее. Случайно не провалитесь на этих, как говорится, ключах. Они бьют как на реках, так и в стоячих водоёмах, заливах или затонах каких-то. Но по весне ключи становятся сильнее. Они сильнее бьют. Температура ключа куда теплее, чем температура воды в реке или в заливе или затоне.